Друзья, всем привет из Германии! С вами я, Татьяна. И я хочу сегодня сделать обзор посылки, которую я буду отправлять в Украину. У моей подруги в ближайшее время будет день рождения в июле месяце. И я хочу отправить ей немножко подарочков. И также сделать несколько подарочков ее мужчинам, двум сыновьям и мужу. Значит, смотрите. Я все уже приготовила. Посылка моя будет около 10 килограмм. Я это уже все предварительно взвесила. И это я все буду отправлять. Я хотела отправить что-то из сувениров, но так как город наш очень маленький, и я ничего не нашла, поэтому отправляю, что нашла. Нашла я вот такую сумку хозяйственную, как раньше были, знаете, для продуктов. Здесь символ нашего города, это старинная церковь и название нашего города в Германии. Ее можно оставить просто как сувенир, эту сумку. Можно за продуктами ходить. Она очень плотная. Я думаю, если постирать ее, ничего с этим рисунком не случится. Я покажу ближе. Вот такая сумка. Так. Это что касается сувениров. Дальше. Так как подруга и день рождения у нее, значит, показываю сначала подарки для нее. Вот такая маечка. Она запакованная. Достать я ее не могу показать, к сожалению. Так как это стандартная, то есть это упаковка производственная. Она не открывается. Но я покажу ее ближе. Вот такая маечка. Впереди вот такой рисунок. А сзади, значит, получается снизу слева. Вот такой рисуночек внизу. Это стопроцентный хлопок. Производство Барселона, Испания. Так. Это есть. Дальше. Я буду откладывать в сторону, чтобы не занимать ваше время. Я потом в коробку сложу все отдельно. И сниму уже готовую коробку. Дальше. Вот такие колготки. Здесь 4 штуки. Внутри. Хоть здесь и бежевый цвет, но колготки черные. Внутри. Я думаю, они более востребованы, этот цвет. Поэтому поедут 4 штуки колготок моей подружки. Так. 20 Ден. Размер 36-40. Это немецкий размер. В Украине будет, конечно, по-другому. Но размер своей по-друге я знаю. Поэтому это ей подойдет. И вот такие сникеры. Носочки. Они по щиколотку. Здесь 7 пар. Размер 35-38. Вот все цвета, которые входят внутрь. И они все с вот таким вот серебристым ободком. Очень красивым. Вот такие цвета внутри. И на всех одинаковый рисунок. Вот такие сердечки. Я не знаю, видно или нет. Так. Это тоже моей дорогой Олечки. Также Олечка моя получит вот такой крем для лица. Ботанический сад. Это Польша совместно с Францией делает этот крем. И фирма Чемсты Провенс. Прованские травы. На 90% натуральных масел внутри этого крема находится. Масло Ши. Экстрат сабельника. Экстрат ягод гори. Бетаин. Бетаин. Комплекс из омега плюс масел. Подсолнечника. Кукурузы. Сезама. Макадамия орехов. И оливковые масла. То есть, очень-очень хороший натуральный крем для лица. Подходит для всех типов кожи. И для сухой, и для чувствительной также кожи. Можно применять этот крем. В общем, хороший ход он, как бы, обещает этот крем. Дальше. Коль мы уже заговорили о креме. Также вот такая косметичка. С пайетками. Можно вот так. Можно вот так. То есть, два цвета. Эти пайетки меняют так. Что я сюда положила? Сюда входит расческа. Очень интересные зубья у нее. Ручка очень удобная. Здесь выпуклая, здесь вогнутая. Именно под пальцы держать очень удобно. Так. Я надеюсь, что видно. Дальше. Пять штук маски для лица. Вот здесь написано 5х. Это 5, как бы, умноженное. Пять штук. Гель для душа. Да. Для душа 300 миллилитров. С запахом лаванды. И это производство Болгарии. Этот гель. Я вот так заклеиваю клеющей лентой всегда, потому что может разлиться, пролиться и получится пустой пузырек, а все будет перелито этим гелем. Так, дальше. Дезодорант. Дезодорант 150 мл. Фирма Фа. Очень известная. 48 часов защита. Называется гламурный момент с запахом орхидеи. Написано, запах черной орхидеи. Ну, если такая, конечно, бывает, но все может быть. Так. Написано, веган формула. Это формула растительного происхождения. Ну, понятно. Так. Два таких карандаша для губ. Цвет розовый и цвет оранжевый, по-моему, или карамельный немножко он. Это Max Factor фирма. Max Factor. И, я так понимаю, их можно как помаду использовать также, эти карандаши. Также две пилочки для ногтей. Вот такой цвет. С обратной стороны не вот такие. Краска для волос Revlon. Это новый выпуск этой краски. Вот здесь. Ной. Так. Сюда набор входит расческа, кисточка на одной ручке. Очень удобно. Цвет каштановый. Так. Так. Также, конечно же, шампунь для окрашенных волос. Я уже здесь написала. Шампунь для окрашенных волос. Защита, уход, фильтр. Вот такой шампунь. Я также здесь заклеиваю всегда, чтобы, не дай бог, не раскрылась крышка, не пролился. Он и положила уже в кулечек предварительно. Ну, и наклеила вот эту вот бумажечку, чтобы Олечка знала, для чего этот шампунь. То есть, она-то понимает, что шампунь. Ну, какой и что. Так. Ну, и, конечно же, ребята, мы все собираем магниты на холодильник. Вот такой магнит с города Стамбул, Турция, в котором я была проездом. Я там покупала. И это город Киэль, северная столица Германии. Киэль называют северной столицей. И я там была тоже. Мы путешествовали там с мужем. Я купила там магниты себе и своим друзьям. Так. Майнштадт. Майнштадт, Киэль. Я люблю Киэль. Так. Вот эти два магнита отправляются к моей подруге в Украину. Так. Это что касается косметички. Да. Ничего запретного я не посылаю, потому что таможня все проверяет, ребята. Я отправляю только не запрещу. Так. Это я показала. Дальше. Вот такая соль. Я там уже в пакетик. Не дай бог стекло побьется. Гималайская соль. Она вот такого розового цвета. Ее мало. Она очень дорогая, ребята. Вот эта соль. Она стоит в районе 7 евро. Вот эта баночка. 100 грамм здесь. И у нее немножко специфический запах. Как по мне, так напоминает даже жженую резину. Но, наверное, она очень полезная. Наверное, может быть, какие-то в ней элементы полезные есть. Ну, и так как стеклянная баночка, конечно, она и весит намного больше, чем содержимое. 230 грамм вот эта вот баночка вместе с солью. Если соль и 100 грамм, и баночка 130, значит, конечно, это... Можно было бы еще одну шоколадку положить на этот вес, но... Так. Шоколад мелко. Это молочный с белым шоколадом. Шоколад мелко с Орео. Так. Две шоколадки с цельным орехом. Это немецкий шоколад. Так. Вот две таких шоколадки, значит, две мелки. Две таких. И один шоколад белый, тоже с цельным орехом. Так. Ну, наесться не наешься этим шоколадом, но попробовать нужно обязательно. Так. Дальше. Салфетки. Вот такой летний вариант. Я считаю, очень симпатичный. 20 штук, производства Германии. Так. Вот такие салфетки. Если посылка дойдет вовремя, значит, наверное, Олечка, ты можешь сделать себе... Положить их на стол, на слой праздничный. Так. Вот такие. Набор. Вилка и ложка для салата. То есть, вы делаете салат в большой миске. И вот этими принадлежностями вы достаете и кладете себе в тарелку. Производство Испании. Madden Spain. Здесь обозначение. Значит, можно мыть в посудомоечной машине. Значит, хочу обратить ваше внимание вот на этот значок. Если нарисована рюмка и вилка, значит, эти принадлежности можно использовать для пищевых продуктов. Если такого значка нету на упаковке, значит, это для пищевых продуктов применять нельзя. И вот здесь, вот этот значок, это нарисовано, что перед употреблением салата, допустим, да, вот вы его применяете для салата, обязательно помыть под проточной водой. То есть, может быть, какая-то мелкая пыль, может быть, какая-то, ну, от пластика, может быть, какой-то обработки были эти инструменты принадлежности. Поэтому все лучше промывать. Также для кухни вот такие боксы. Боксы для заморозки. Также их можно использовать, класть с них горячую еду. Ну, значит, здесь пять боксов. Пять штук. Раз, два, три, четыре, пять. И пять крышек на них. К сожалению, не было другого цвета крышек. Были серенькие. Но я считаю, качество очень хорошее. Это производство Швейцария. Swiss Made in Swiss. Вот даже ихний флаг этот, как красный крест. Вот, смотрите, этот же значок, рюмка-вилка, применяется для пищевых продуктов. Если такого значка нету, хочу еще раз повторить, значит, не применяйте для пищевых. Все, что угодно можно складывать, но не пищевые продукты. Точно так же можно мыть в посудомоечной машине. 100 градусов плюс Цельсия и минус 40 градусов. Это можно все сюда ложить. Замораживать. Вот заморозка снежинка и горячие. На них даже существует гарантия 3 года дается. Что за 3 года с ними точно ничего не случится. Я думаю, с ними и через 10 лет ничего не случится. Если при пересылке их, конечно, не поломают, эти боксы. Так. Так как у Олечки 4 человека в семье, набор из зубных щеток 4 штуки разных цветов. Так. И обратите внимание на вот эту часть. Там, где щетина, есть вот такие прорезиненные штучки. Они служат для полировки зубов. Вот эта часть чистит, вот эта еще и полирует. Производство Германия. Даже флажок немецкий. Так. Ну и зубная паста. Вот такая улыбка вам гарантирована, если зубы ровные. И чистые белые такие же будут. Так. Это есть. Далее. Две пачки чая. Значит, это белый чай с лепестками подсолнечника. С натуральными ароматизаторами еще написано. 15 пирамидных пакетиков, то есть треугольничками. Знаете, есть пакеты такие, как ситечки, они такая, как из ткани. Значит, 15 штук входит в набор. По 1,4 грамма. 21 грамм все вместе. Без упаковки. Так. Вот здесь тоже хочу обратить внимание. На немецких упаковках часто рисуют. Это для непонятливых. Знаете, вот многие получают эти видео из Германии, например, пакеты там из Канады, из Америки. И не понимают, что это. Ну, допустим, здесь можно понять, что это чай, хотя упаковка для чая, конечно, другая, да. Обычный чай в других упаковках. Ну, не важно. Скипятили 100 градусов в чайник. Да. И немножко охладить, да, 80-70 градусов. И только потом укладете пакетик в чашку. Значит, ну, это чай по каким-то причинам нельзя заливать 100 градусным кипятком. Есть чайники с термо... с регулятором температуры. То есть, вы можете сразу поставить на 70, либо на 80 градусов. Лично у меня такой чайник есть. Я именно таким чайником и пользуюсь. Если я подогреваю себе воду в чайнике для чая, я не кипячу его. Во-первых, кипяченая вода часто, да, она теряет свои полезные свойства. Поэтому мы ее просто подогреваем. Так. 70-80 градусов. Ставили пакетик. Максимально 3 минуты пакетик держим в чашке. И достаем. И можно пить чай. Так. Здесь написано. Кстати. Сюда еще входит белый чай 52%. Яблоко. Лисья сладкой ежевики. Шкурки апельсина. Натуральный аромат. И цветы подсолнечника. 0,6%. И еще какие-то цветы. Зофл... 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 Зофлёр блютен. Я не знаю, что такое Зофлёр. Честно говорю, не встречала никогда слова. Вообще цветы какого-то цветка еще. И цветы апельсина. Так. Когда вот апельсин цветет, вот эти цветы используются в этот чай. Хотя они здесь не нарисованы. То есть, ребята, вы когда пакеты получаете и когда не знаете, что лежит внутри, пожалуйста, читайте на упаковке. Все написано. Можно перевести через переводчик. И чай. Чизгейк. С клубникой. 18 штук. Это обычные пакетики. По 2,5 грамма. 45 грамм. Чай. Ну, плюс упаковка. Вот она по весу сколько будет. Я не знаю. Грамм, наверное, 55. Так. Это тоже я показала. Дальше. Вот такие нокини. Это, ребята, нуга. Это вообще вкусная вещь. Она с медом. С медом. И с орехами. Куски орехов. Причем 44% из общей массы это только орехи. 40. Это почти половина это только орехи. Так. Я хочу еще здесь прочитать. Сироп. Глюкоза. Штерка. Глюкоза. Сироп. Глюник. Мед. 2%. Тоблятен. Вассер. Айвайс. Аром. Кто делает? Это Германия делает. Город Эмерих. Вот такие вот конфетки. Нуга. Да. И печенье Орео. Это сейчас новое появилось. С фруктовым вкусом. Либо малина, либо клубника. Вот такой вот десерт с чаром. Дальше. Вот это. Это драже. Из клюквы и лайма. Гранбери лайм. Драже. Тоже производство Германии. В металлическом боксе. До 21 года годны. 175 грамм. Ну. По сути дела должны быть вкусные. Я лично не пробовала. Я сапожник без сапог. Я посылаю посылки. А сама ем, что мало такое сладости. Так. Это горчица. 200 миллилитров. Деликатес и зенф. Зенф это горчица по-немецки. Деликатесная горчица. Средней остроты. Средней остроты. Вот такая горчица. Халатсу, колбаски. Нужно ко всему использовать. С сосиском. И ванильный сахар. Ну. Хозяйка без ванильного сахара выпечку делать не может. Да. Поэтому две упаковки. Вот такие отправляются к моей подруге. Один пакетик. 8 грамм. Значит 10 штук в пакетике. Это 80 грамм. 160 грамм. Две упаковки. Так. Это есть. Дальше. Так как моя подруга и ее семья пьют кофе. Пачка вот такого кофе. Якобс. Это молотый кофе. Для кофемашины. Либо для турки. Вот такой кофе. 500 грамм. Бывает пишут на упаковках. Какой. Да. Вот. Какая у него. Насколько он крепкий. Три зерна из пяти. То есть. Чуть крепче среднего. Этот кофе. Вот так. Кто-то любит сильно крепкий. Тогда можно двойную дозу положить. Заварить. Если нет. Значит. Вот как обычно вы варите. Ну и конечно. Моя подруга получит. Вот такой косметический набор. Дню рождения. Я считаю. Очень хороший. Очень такой. Выглядит очень прилично. Достойно. Здесь все. И румяна. Тени. Кисточка. Блеск для губ. Вернее. Это помада для губ. Таких этих. Также. Опять. Тени. Карандаши. Подводка. Блеск для губ. Кисточки. Опять. Помада. Красная. Карандаш. Такой же. Олечка любит такой цвет. И лаки для ногтей. Ну вот. Вот такая. Упаковка. Отправляется. К моей подруге. На день рождения. Так. Так как сейчас лето. Нужно положить. Пару летних. Подарочков. Это трубочки. Для коктейля. Либо для напитков. Здесь. Много разных цветов. Много разных цветов. Они все такие праздничные. Все. Летние. Вот здесь сгинается. Сгинается. Вот эта трубочка. Можно ее наклонять к себе. 200 штук в упаковке. Ребят. Надолго хватит. Дальше. Ну на лето точно. Значит. И вот такая форма для льда. Для заморозки льда. Вот такая форма. Тоже красивый цвет. Я считаю. Тоже едет к улечке ее семьи. А это. Угадайте что это. Ну фламинго понятно. Да. Это мухобойка. Ребята. Для назойливых мух. Которые вас отрывают от ваших дел. Хлоп. Стукнул. Никто больше не надоедает. Так. Ну и вот это еще. Это моей подружке. Дорогой. А остальное потом ее ребятам будет. Смотрите. Вот такой блокнот. В виде губ. Он плюшевый. На пружине. Не знаю сколько здесь листов. 80 по-моему. 80 листов внутри. Вот такой симпатичный блокнотик. Всегда нужен для записей. Ну и соответственно к нему ручки. Да. Писать чем-то нужно. Я думаю что ручки Олечки есть. Но. Наши ручки. Тоже ей пригодятся. Синие чернила в них. Так. Это есть. Дальше. Вот такая футболка. С губами. Эти губы. Они как прорезиненные. Я не знаю. Можно ли это передать через видео. Видно ли это на видео. Они как прорезиненные. Светленькая. Летняя. Замечательная. Я думаю Олечке она подойдет. И Олечка будет рада. Так. Ну и так как моя подруга любит. Очень на шейные платки. Я купила два платка. Производство Индии. Отойду может быть чуть дальше. Чтобы было лучше видно. Вот такие платки. Их можно как шарфики использовать. Как угодно. Это фирма Зарлини. Где-то я тут видела. Вот здесь. Этикетка. Мады Ин Индия. 30 градусов. Стирка ручная. Без машинки. 100% полиэстер. Полиэстер это как хлопок. Он так же дышит. Все хорошо. Так. Пусть вас это не пугает. Что это из полиэстера. Из полиэстера сейчас делают даже постельное белье. Оно дышит абсолютно. 100% И все нормально. Так. Второй платок. Тоже из индийского производства. Но он немножко в другом варианте. Немножко с бахромой. Не знаю понравится ли нет. Немножко примялся. Вот такой вот. Так. И мыло. Две. Два мыла в одной упаковке. По 150 грамм. С маслом оливок. Крем мыла с маслом оливок. Оно очень приятное. На запах. Очень приятное. Когда моешь его. Если бы такое покупала. Оно пахнет даже через вот эту фольгу. Запечатанное. Очень хороший запах. Такой знаете. Свеженький. Очень приятный. Я люблю уюхать. Все это такое. Очень классный. Так. Ну и теперь. Подарки младшему сынули. Вот такие пазлы. Миньон. Фирма Клементони Италия. Производство. Не знаю. Видно ли нет. 104 штуки. От 6+. Это возраст. 8 лет ребенку. Значит я считаю подойдет. Вот и здесь на всех языках мира. На русском есть тоже. Пазлы Супер Колор. Фирма Клементони. Сейчас я сраблю. Сопровождают ребенка на каждой стадии его роста. Помогают ему развивать ловкость рук и наблюдательность. Качество материала в эксклюзивной технике печати гарантирует всякий раз красивые, яркие и веселые изображения для игры, которые никогда не заканчиваются. Пазлы Супер Колор. Вот такие пазлы. Также два яйца с сюрпризом. Надеюсь, что внутри попадутся хорошие игрушки. И Ванюше понравятся. Так. Дальше вот такой пенал. Пенал для ручек. Я покажу ближе, так как я его здесь уже немножко наполнила. Так как он здесь, вот смотрите, это выпуклые мультитачки нарисованы. Карлс по-немецки. Вот такой пенал. Я сюда положила клей-карандаш. 40 грамм. Большой. На полгода точно хватит на труды носить. Так. Дальше. Две точилки для карандашей. Салатная и голубая. Две штучки. Дальше. Ластики. Тоже стирать. Карандаш. Ванюша, у тебя будут самые красивые ластики в классе. Машинки. Очень оригинальные. Так. И ножнички. Тоже под цвет точилок. Я в таком цвете стараюсь все покупать, чтобы все подходило. Я не знаю, передаст видео или нет. У них очень хорошие вот эти вот для пальцев держатели. Они как... Во-первых, они прорезиненные. Не просто пластиковые. Вот это вот пластик, а вот это резина. И они как пупырчатые, чтобы пальчики не скользили. Это Амстердам. Фирма. Фирма называется... Неон, да? Так. Дальше. Ручки с мультитачками. Три штуки для письма. Дальше. Ручки с миньонами. Тут миньончики маленькие такие на всех ручках. Вот они здесь тоже как бы... Разных цветов. Возможно, они даже гелевые. Не берусь говорить. Я не писала имя, но можно попробовать. Ванюша тогда попробует и скажет. Скорее всего, нет. Скорее всего, обычные ручки. Но очень оригинальные. Ребенку тоже на вот так вот. С разными цветами в тетрадке писать. Я считаю, очень красиво будет. Так. Также миньоны тоже ластики. Ластика хватит надолго. Но они немножко какие-то странные. Как в арестантской одежде. Эти миньоны. Почему они так нарисовали? Возможно, есть какая-то серия этого мультика. Там, где они арестанты. Или заключенные. Так. И вот такие вот еще для математики. Транспортир с тиграми. И угольнички такие же с тиграми. Как раз для мальчика хорошо. Для девочки с тиграми может было бы не очень. Девочки кошек любят. Обычно единорогов. У меня у самой два сына. Поэтому мне как-то уже понятно. Кому что. Так. Все едет в Алюша. В Украину. Также, Ванечки, мы отправляем от нас вот такую рубашечку на лето. Очень хорошенькое. Качество на 100% хлопок. Здесь надпись. Здесь красивые даже пуговички на кармашках. На нагрудных. И вот такой вот заплечный мешок, рюкзак для спортивной одежды. Если ребенок ходит на спорт, можно положить туда и кеды, и кроссовки, и спортивную форму. На плечи повесил и пошел. Так. Кто делает, я смотрю, в Германии. Футболист это брожок. Также линейка для математики 30 сантиметров, металлическая. Я знаю, такие требуют всегда в школе. Карандаши 12 штук. Фломастеры 10 штук. Пластилин цветной. Вот таких вот, таких интересных, как бы, скатов. Так. Ну и милка, вот такие батончики с молочным наполнителем. Очень вкусные. Конфетки харибу, жевательные. 20% сока в них, вот в этих фруктовых наполнителях, это сок. А белое, это молоко. То есть, очень полезные. Кроме того, что вкусные, еще и очень полезные. Также вот такая бутылочка для воды. Вот можно посмотреть. Можно ее складывать. Когда выпьешь воду, чтобы она много места не занимала. Здесь также, вот как то, что я говорила раньше. Сзади на упаковке, вот эти рисуночки. Кто даже не может читать, если дети могут разобраться так. Либо взрослые, которые не знают алфавита, могут посмотреть на картинки и понять, что к чему. Также я, моей подруге, приготовила вот такую красивую открытку к дню рождения. Здесь камушки еще в 3D она немножко сделана. Вот, если видно. Здесь написано по-немецки к дню рождения. Здесь я подписала ей. Читать будет хозяйка этой открытки. Поэтому это мы опустим. Дальше. Вот такой мячик. Мячик антистресс. Прикольный такой. Стресс есть у всех. Антистресс нужен каждому. Дальше. Олечкиному, старшему сыну, я уже запаковала. Здесь находится дезодорант внутри. И чашка. Очень оригинальная. Здесь я подписала Артему. Я распаковывать уже, ребята, не буду. Пускай остается какая-то интрига. Для того, чтобы, когда Оля получит мою посылку, она будет делать видео. И видео это пришлет мне, как они будут распаковывать. И я выложу у себя на моем новом канале. И вы можете посмотреть это все, как это будет все распечатываться в Украине. Так. Ну и последний подарок. Это мужу подарок. Да, кстати, вот еще футболка. Если она подойдет Артему, значит, будет носить Артем. Если подойдет мужу Оленому, значит, будет носить муж. Кому понравится, кому подойдет. С вот таким мексиканским принтом. Значит, это эти кактусы. Наверное, по-мексикански написано. А хлопок сделанный в Африке. Катон Маден Африка. Футболка с принтом. Вот так она выглядит на человеке. На мужчине. Вот такая футболка. Тоже стопроцентный хлопок. Так. И последний подарок. Это Оленому мужу. Дезодорант. 24 часа. Кстати, Олен Дезодорант написано 48 часов. А здесь 24. С очень ароматным запахом написано. Так. И вот такая рубашка. Тоже стопроцентный хлопок. Очень плотная. Хорошая. Дышащая. Вот такая рубашенция. Отправляется Оленому мужу. Очень хорошего качества. Я не знаю, видно ли на воротничке. Вот даже вот эта косичка. Так интересно сделана. Но я считаю, понравится. Теперь я сейчас буду запаковывать это все вот сюда. В коробку. Я уже вчера пыталась запаковать. Извесить. Почему 10 килограмм? Ребята, пересылка из Германии стоит недешево. Значит, вот от 5 до 10 килограмм стоит 40 евро практически. 38,99. Это от 5 до 10 килограмм. Поэтому я вожу максимум до 10, чтобы дотягивала. Вот. Я взвесила эту посылку. По-моему, было 9,970. Но мне надо еще клейкую ленту. Мне надо еще адрес сюда наклеивать. И писать список, перечень всего содержимого. Вплоть до веса, до грамма. Что, сколько весит. Почему я обращала внимание ваше на то, сколько весит эта баночка, сколько весит это, сколько весит это. Мой сын, например, любит кофе растворимый. И у него кофемашины нету. И я ему высылала. И вот эти стеклянные банки, в которых кофе находится растворимый, они весят очень много. Самого кофе, например, 200 грамм, а банка сама, наверное, все 400 весит. Потому что стекло еще 200 грамм весит. Но у нас, к сожалению, в Германии я не нахожу кофе растворимого в пакетах, как, например, есть такой кофе Нескафе на Украине растворимый. Продается в таких, знаете, пакетах, как пластиковые, да, такие, треугольные. У нас таких нет, к сожалению. За счет этого вес, конечно, 200 грамм, это две шоколадки, да, по 100 грамм. Или одна шоколадка 200, ну, к примеру, да, либо тех же, та же банка кофе в пластиковом пакете. Ну, если 100 грамм или 200 грамм, да, смотря сколько весит эта банка. Вот. Ну, в общем, да, и я вот это вот все отправлю. 10 килограмм. Поеду на почту завтра. Сегодня, наверное, уже не успею. Может быть, даже успею сегодня. Почта работает до 6, не нужно успеть. А в 5 уже забирают. В 5 забирают посылки с нашего почтампа. Значит, посылка от 10 до 20 килограмм стоит отправка где-то 55 евро с чем-то там. 55-99, по-моему, тоже. Все в Германии на 99 и на 98 заканчивается. И посылка от 20 до 31,5 килограмма. Это максимум. Такие посылки я отправляю всегда своему сыну в Украину. Она стоит 60-99. Ну, я вам рассказываю вот как есть. Поэтому не всегда есть возможность выслать большую посылку. Я могу накупить, да, эти вещи, как бы, но выслать не всегда есть возможность. Если бы у меня был всего один там человек, да, которому бы я высылала, это одно. А мне надо, мне хочется и того человека порадовать. Ну, согласитесь, это лучше получить, чем просто открытку получить в дню рождения, правда. Но бывает это накладно. Вот так как мой сын старший уехал на Украину, вернулся, здесь не захотел жить. Поэтому там становится сейчас на ноги. Нужно тоже ему помочь первое время. Тем более сейчас был карантин. Сложно было устроиться. Метро не работало у нас. Город огромный. И поэтому была загвоздка во всем. Сейчас он ищет работу. Возможно, трудоустроится вот-вот на днях. И уже мне тогда будет чуть-чуть легче. Так. Ну, а насчет новогодних подарков. Я отправляю всегда на Новый год посылку своим подругам. Они там уже... Я запаковываю их, подписываю кому. И они уже там это все разбирают и делят. Тоже в последний раз я отправляла на Новый год, на Рождество, по-моему, и к Рождеству. Потому что в Германии потом все будет закрыто. Я отправляю их заранее. Тридцать один с половиной килограмма практически весила посылка. Тридцать один триста. Я там всем положила и сладости, и новогодние подарки. Вы знаете, в интернете обратила внимание, когда люди распаковывают посылки. Когда они получают их, я имею в виду, к Новому году. Все лежит обычное. Ничего новогоднее. Редко, чтобы высылали люди новогоднее. В Германии есть очень много красивых декораций. Каких-то украшений. Можно чисто какую-то новогоднюю символику тоже к этим подаркам приурочить. Я считаю, это было бы вполне правильно и справедливо. Но люди шлют эти жевательные конфеты. Все одно и то же. Ничего особенного. И я покажу потом видео по ссылке, которую я буду отправлять своему сыну. И туда я положу подарки своим подругам. И я всегда стараюсь на Новый год только новогодние подарки отсылать. Только новогодние. Даже одежда, если новогодняя должна быть, с новогодним принтом каким-то. Либо печенье в новогодней коробке, либо шоколадки с новогодними какими-то картинками. Я считаю, это правильно. И торжественно выглядит все, когда распечатываем и все. Ну, знаете, чувствуется волшебство, праздник, Новый год. И вообще, я всех всегда поздравляю, пишу открытки. Мне пишут немногие люди, ну, совестливые пишут. Те, которые считают, что у них нет денег или нет времени, ну, пусть не пишут. Но я считаю своим долгом людей поздравлять всегда. Я, как бы, у меня родители писали всегда открытки. У мамы было много сестер. Она поздравляла сестер и семьи всегда на Новый год. И я маленькая смотрела. Мама купит несколько открыток. И говорит, Анечка, какую вот эту открытку кому мы подпишем? Я там говорю, там, тетя Рая или там, тетя Аня. И мы вот, она подписывала, ну, я маленькая была, я же не буду своим корявым почерком писать, да. И вот это вот у меня осталось. И я считаю это правильным. Это такие классные традиции, вот это вот поздравление. Сейчас вот эти все медиа, вот эти современные медиа, они с собой все, как бы, убирают на задний план. И литературу, и открытки, и какие-то еще вещи, которые мы должны, русские люди, мы всегда должны это передавать по наследию, по-своему. Так что призываю вас поддерживать наши русские традиции и поздравлять не только подарками, обязательно вкладывать открытки. Ну, разве не приятно получить такую красоту? Я считаю приятно, да. На Новый год я тоже буду Олечкину семью поздравлять. И я каждому человеку в подарок положу персонально открыточку. Каждого поздравлю персонально даже. Несмотря на то, что это одна семья, я бы тоже могла одну открытку на всех положить. Но я сделаю всем персональный подарок на Новый год и на Рождество. Ну, как бы, один подарок на Новый год и на Рождество. И туда положу открытку. Вот. Малышу с детским рисунком положу. Оле с более женским рисунком, да. То, что женщины обычно любят. И мужу и старшему сыну. Другие открытки будут каждому. По его, как бы, статусу. Ну, в общем, вот так как-то. Сейчас я это все быстренько постараюсь положить обратно в коробку. Запаковать. И сделаю потом небольшое еще видео. Сколько это весит. Вот мои весы. На полу их не видно, наверное, в камеру. И я покажу потом отдельно на телефон еще. Сниму видео запечатанной коробки. И на весах, сколько это весит. Может быть, даже сегодня успею отправить. Значит, кому понравилось мое видео. Кому понравились мои подарки. Подписывайтесь на мой канал. Привет из Германии. Татьяна Майер. И я жду ваших комментариев. Жду ваших лайков. Я буду по ним понимать, что вам это интересно. И я буду делать новые видео. И не только про посылки. Про мои какие-то путешествия, поездки. Я покажу вам мои бывшие поездки. Которые я раньше с мужем, с семьей ездили мы часто. Я была и в Дании, и во Франции, и в разных городах Германии. Правда, не была на юге, признаюсь. Но у нас как бы не получается так вот, чтобы, знаете, поехать и отдыхать. Мы так выехали на день, на другой день, или в тот же день, вечером, ночью приехали. Вот так. То есть мужу, конечно, это тяжело. Самому везти машину. У меня прав нету, но я, наверное, решусь в ближайшее время. И буду тоже делать себе права. Буду учиться водить машину. Так что планы у меня на будущее есть. Значит, я рада познакомиться со своими новыми подписчиками. Не забывайте подписываться, чтобы не потерять меня. Все пишите в комментариях. Ребята, кому понравились подарки, пишите. И что особенно понравилось, либо что бы вы хотели увидеть в следующих выпусках, пишите. Я буду принимать это к сведению, будем общаться и буду выпускать новые видео. Может быть, этот первый ролик мой не очень удался у меня, потому что не все сначала бывает гладко. Первый ролик, как всегда, знаете, то то не так, то то не так. Я пыталась вчера уже сделать два видео. У меня то камера выключалась, то свет мне мешал вечером между камерой. И мной вообще все расплывчато было видно. И мне сегодня опять пришлось переснимать. Но так как посылку мне нужно уже отправлять вот-вот-вот, уже прям горит-горит день рождения у подруги скоро. И я должна за две недели, то есть она должна через две недели ее уже получить. Так, ребята, пакет я запечатала. Вот так он выглядит запечатанный. Он у меня стоит на весах, на напольных. Вот вес его 9 килограмм 919 грамм. Так. Сюда еще прилагается адрес. Я буду заполнять. Вот такие нам дают заполнять бланки. И перечень. Я уже написала перечень, что находится в этом, в этой посылке, в этом пакете. Полностью перечень того, что лежит. Вот это я заполню адреса еще. И сегодня я не успела отправить. Отправлю уже теперь завтра. И пакет поедет к своим хозяевам новым. Все. До связи. Прощаюсь с вами. Это была Татьяна. Привет из Германии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова